Добрый день, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Приветствуем вас в передаче «Якутс сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина, я являюсь заместителем министра по делам молодёжи социальным коммуникациям. У меня сегодня такой впервые позитивный опыт непосредственного ведения прямого эфира на радио. Если всё получится у меня сегодня и у моих гостей, то такие встречи продолжатся. Друзья мои, у нас сегодня очень важная тема. Мы будем говорить о помощи выпускникам детских домов, о ребятишках, которые находятся в детских домах. И по этой теме я хотела бы поговорить сегодня с настоящим экспертом, очень мощным экспертом нашей республики, с Ольгой Вешниковой, генеральным директором фонда «Семья для ребёнка» и руководителем Единого ресурсного центра некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив нашей республики. Ольга, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь фонд «Семья для ребёнка» известен, безусловно, в республике. С 2013 года он работает. Я о нём знаю тоже очень давно. Очень понятный и интересный сайт. Какие предпосылки были открытия фонда? Для чего вы его открыли? Какие причины? Для чего? Ну, вообще хочу всех поздравить с наступившим Новым годом и спасибо за приглашение. Такой хороший старт сразу с интервью. Действительно, фонд «Семья для ребёнка» был создан в 2013 году. Скорее всего, это опыт работы в некоммерческой организации. До этого я работала в Целевом фонде будущих поколений. И ещё опыт реализации проектов, в том числе международных, таких как «Белый медведь», «Стерх» вместе с Всемирным фондом дикой природы, когда я работала в Министерстве охраны природы. И было понятно, что именно некоммерческие, неправительственные организации во всём мире берут на себя те благополучатели, те целевые группы, или оказывают помощь там, где нужна помощь государству и бизнесу. Вот, собственно, и определиться с тем, что это будут подопечные детских домов, мне, скорее всего, с детства это навеяло. Когда я в детстве приходила в Вилюйский детский дом, где воспитательным работал мой дедушка. Он играл на всех музыкальных инструментах. И я видела, что, поверьте, в 70-е годы наши сиротские учреждения были совсем в другом виде. И дети тоже. По сравнению с тем, как происходит сейчас, да, вы озвучивали цифры накануне нашего эфира о том, сколько было выпускников и вообще ребятишек было в детских домах ранее, сколько сейчас могли бы проговорить вот эти цифры в эфир, потому что меня они потрясли. Ну, да, действительно, получается, в сферу соцзащиты я попала в 2008 году, когда в Целевом фонде будущих поколений мне дали задание написать проект или программу по поддержке детей в трудной жизненной ситуации. Я была на тот момент экологом, для меня был, конечно, шок, но всегда, когда мы начинаем проекты, мы изучаем аналитику и делаем анализ ситуации, кому нужно помогать, какая ситуация, какие цифры. И действительно, в 2008 году у нас было около 10 тысяч детей-сирот в республике Саха-Якутия. У нас было только 10 приемных семей. И, конечно, вот эта система семейного устройства детей-сирот в семьи, приемные замещающие усыновления, это было, я бы сказала, в таком начальном. В зачаточном. В зачаточном. И именно тогда было принято решение, очень мудрое, я считаю, руководство республики, что нам нужна какая-то неформальная программа, она так и называлась, «Семья для ребенка» в 2009 году, которая бы при межведомственном взаимодействии все их органы, системы профилактики, выстроила систему такую, тогда говорили комплексную, теперь модно говорить, экосистему поддержки детей в трудной жизненной ситуации во всей республике. Это было очень мудро, неформально, и тогда впервые в республику мы привлекли целевой фонд будущего поколения, крупный грант на три года, это было больше 80 миллионов рублей, но, поверьте, те уазики, и те парикмахерские, кузнечные, мастерские, столярные, те добрые дела, их такие позитивные вещи, они до сих пор еще сохранились. Когда мы приезжаем в детские дома, их восемь, да, в республике, и две коррекционные школы, мы видим вот эти последствия той программы «Семья для ребенка». Сейчас в республике около, ну, грубо, если сказать, четыре с половиной тысячи детей и сиротов. То есть в два раза практически. Да, и, к сожалению, закрыт только один детский дом, насколько я знаю, и 80%, даже больше детей сейчас устроены в приемные замещающие семьи, они усыновлены, и мы говорим о том, что в учреждениях, они теперь называются не детские дома, а центры семейного устройства детей и сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, около 400 детей. Это хорошая история по сравнению даже с другими регионами России, и вот так сказал, потому что девиз «Жители Якутии чужих детей не бывает». Это я убедилась на собственном опыте. Ну, вообще сфера, да, сиротства, она же все-таки, это такие вот обязательства государства, да, а как здесь найти место общественной организации, как вам это удалось? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что как и коммерческие организации, так и некоммерческие, когда они приходят на рынок, на рынок общественной своей деятельности, они в первую очередь должны посмотреть, что у нас, ну, есть хорошего, чего у нас не хватает, чего очень много, и в чем мы действительно можем оказать ту или иную помощь. Ну, вообще, когда создается некоммерческая организация, чаще всего она идет от сердца вначале. Потом мы изучаем, смотрим, да, кто и что есть. Но могу сказать, что когда я создавала свой личный фонд «Семья для ребенка», на тот момент с выпускниками детских домов ни одна некоммерческая организация не занималась. И я вижу, что рынок, он просто, во-первых, он открыт. Это почему я говорю рынок, потому что сейчас вся деятельность, она в системе услуг, социальных услуг, педагогических, да, психологических и так далее. Ну и, конечно, самое главное — это те дети, которые в 90% случаев выпускаются из сиротских учреждений в 15-16 лет после 9 класса, и им нужна помощь. Помощь. Я не люблю слово «проблемы», я говорю всегда о том, что мы должны думать уже заранее, где-то за два-три года до выпуска, о том, кем будет этот ребенок в самостоятельной жизни, как он социализируется, как адаптируется, какую профессию найдет. И очень важно, если рядом с ним окажется взрослый человек, наставник, может быть, волонтер, значимый взрослый в судьбе. И, как показывает практика, если у детей такой взрослый есть, то ему легче идти по вот этой нашей достаточно непростой жизни. Ну то есть и в период создания фонда, по сути, после того, как ребенок выпустился, никто с ним не работал, да? То есть госсистема, она работала несколько... Она работает, и понятно, что до 23 лет есть службы сопровождения при каждом центре, это обязательная история. Но мы должны понимать, что дети уезжают из того района, где они выпускаются, допустим, из Вилюйского детского дома. Ну и чаще всего, тем более, что ребятишки из западной группы улусов, они находятся в другой группе улусов, в других детских домах. То есть вот это перемещение... Приезжать на учебу, адаптироваться в этом городе, где, что. И поэтому нужны даже такие простые квест-игры, как найти МФЦ в городе Якутске, если у тебя поднялась температура, что нужно делать, куда звонить, если ты не знаешь, как вызвать сантехника и так далее. Элементарные навыки бытовые, жизненные, конечно, они прививаются, но в условиях государственного учреждения это сделать на 100% невозможно. Нужна модель. Модель поведения семьи, модель поведения в быту со взрослыми, как выстроить коммуникации в общежитии с преподавателями и так далее. Вот этому всему нужно учить. И кто-то должен это делать. Вы сказали, что фонд вы создавали одна, но потом всё-таки собралась у вас команда. То есть кто эти люди, как у вас команда собралась, кто у вас входит в состав фонда? Могу сказать, что я не одна его создавала, а мне помогла моя семья. И чаще всего мы, общественники, очень пользуемся ресурсами своей собственной семьи. Учредитель у меня супруг, и в первом составе совета это была моя мама, все близкие друзья и знакомые. Сейчас мы расширены, потому что мы вышли за рамки маленького фонда и действуем на всей территории республики, и дружим с другими регионами. И могу сказать, что чаще всего так происходит, наверное, это классика жанра, когда в организацию приходит волонтёр. У меня был такой волонтёр Надежда Наговицына, волонтёр Мария Захарова. И все эти волонтёры сейчас одни сотрудники фонда. У нас есть координаторы, методисты, у нас есть психотерапевт, у нас есть юрист, который защищает права в том числе в суде, оказывает юридическую помощь, специализированную помощь именно выпускникам детских домов. И чаще всего начинается всё с волонтёрства. Это такая хорошая проверка. Потому что мы понимаем, что вроде бы как некоммерческая организация, это не такой рынок, где все услуги оплачиваются. Но мы стараемся делать так, чтобы наши специалисты, всё-таки, если они эксперты, и их услуги оплачивались в том числе. У нас есть трудовые договора, договора государственно-правового характера. Ну и те специалисты, которые работают в фонде, они обучены, имеют теперь уже настоящую квалификацию, достаточную для ведения работы. И у каждого эксперта в нашем фонде есть свой проект. Это моя задача руководителя, так как мы и другие организации помогаем в проектировании. И мне кажется, чтобы ориентироваться вообще, что такое социальный проект, в этой технологии очень здорово от разработки до реализации отчёта стать проектировщиком. Поэтому все, кого я назвала, у нас проектанты. То есть все в вашей команде настоящие такие бриллианты, да? Можно так говорить? Ну, для меня — да. Я надеюсь, что и для наших сливых групп и благополучателей тоже. Вы немного уже коснулись, рассказали о тех проектах, которые есть у вас. Я так думаю, что мы про них ещё поговорим после небольшого перерыва. Я хотела бы, чтобы вы рассказали о тех проектах, которыми вы прям очень гордитесь. А нашим слушателям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать вопросы, общаться с нами по номерам 320066 и 3211666. Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Мы максимально открыты к общению. Пока ещё мы не ушли на перерыв. Какие ещё общественные организации работают с этой категорией? Ну, мы знаем точно, на кого мы равнялись, когда создавались. Это подросток. Якутская городская общественная молодежная организация. Но они больше работают в городе. Да, это город Якутск. Мы знаем, что ресурсный центр «Спас». Милосердие не оказывает поддержку в трудной жизненной ситуации. Фонд «Дети Азии». И фонд «Дети Азии». Спасибо большое. Мы уходим на перерыв. Я так думаю, что с этими общественными организациями мы также будем встречаться здесь. В них есть ещё другие проекты, не только с этой категорией. И уходим мы на перерыв. Отлично. Продолжаем. Разговариваем мы сегодня с Ольгой Вешниковой, генеральным директором фонда «Семья для ребёнка». Поговорили до рекламы о том, почему был создан фонд, для чего. И немного затронули тему проектов. Но я всё-таки думаю, что для наших слушателей, для зрителей нужно пояснить, что же такое проект. Потому что слово «проект» витает везде, в воздухе. И в школе мы проектируем, и в студенчестве проектируем. А проектирование в социальной сфере, что это такое, и как это ложится на тему работы с ребятишками-сиротами? Проект – это технология. Это комплекс мероприятий, который направлен на решение какой-то конкретной проблемы и для достижения конкретных результатов. Чаще всего проект не бывает на 3-5 лет. Это год, полгода, год, полтора года максимально. Так нас ориентируют гранд-операторы. Но успешный проект, идеальный проект, он создан для того, чтобы развиваться, расширяться ресурсами, обрастать партнерами. И, конечно, проект может длиться очень долго. Но это всегда такими небольшими периодами для того, чтобы остановиться, сделать разбор полетов и справиться дальше. Осознать, что произошло. Да, да, да. Какими проектами вашего фонда вы по-настоящему гордитесь? Ну, я думаю, что у нас одна из наших целевых групп еще в свое время были дети, пострадавшие от насилия. И у нас был такой проект, великолепный, я считаю, который назывался «Мир детства без насилия». Я когда учу проектирование, я всегда стараюсь наших будущих проектантов сосредоточить на названии, чтобы в названии было понятно все. Мир детства без насилия. Наша задача была больше на профилактику, больше на информационную кампанию. Вот даже по этой улице Орженикидзе, по которой я шла, были размещены баннеры. Не баннеры, на которых какая-то негативная информация. Социальная реклама – это всегда позитивная, но которая делает отсылку на то, что любите своих детей, больше их хвалите, меньше ругайте. И наша задача была во всех практических школах, но во всех округах точно, пригородах города Якутска. Я лично проводила такие небольшие лектории, которые назывались «Культура поощрения, наказания в семье». Вообще культура воспитания в семье – это первое. Второе – мы брали несколько школ города Якутска и объявляли их территорией добра. После того, как совместно со студентами Института психологии мы прокачивали школу, вначале учителей и административный корпус, потом детей с первого по одиннадцатый класс и обязательно родителей. Мы делали анкетирование, делали анализ. И когда мы уходили из школы, вот школа номер два, например, тринадцатая школа, вошли в этот проект, мы вешали табличку «Территория добра». Но интересно было то, что родители слышали запросы своих детей. Дети слышали какой-то ориентир, который от них не требует, а ждут учителя и родителей. И очень интересно было, когда директора узнавали о том, что, оказывается, на территории той или иной школы есть буллинг, есть какие-то, может быть, негативные, не очень приятные вещи, но об этом не принято говорить. И с помощью психолога в школе мы эти истории все просто-напросто из серых делали белыми, так скажем. И это очень здорово на стадии профилактики именно. Это и в том числе между детьми, да, профилактика вот различных таких обостряющих, в том числе и насилие, жестокое обращение. И результаты конкретно этого проекта были потом взяты, да, на вооружение администрации школы уже в своей повседневной деятельности, да? Да, это точно было так. И мы презентовали этот проект в мэрии города Якутска перед всеми директорами школ. И мне кажется, вот это было очень успешно, здорово. И как-то очень важно, да, работать на профилактику. Мне это нравится. Лучше предотвратить, да, нежели потом реабилитировать. Раскрепать последствия. И очень сложно, да, действительно последствия, в том числе насилия. Еще один из проектов, который вот все-таки связан с выпускниками детских домов, я бы отметила при поддержке Алмаза Ригенбанка, при поддержке фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который, кстати, конкурс объявил вчера, да, на лучшие проекты в области поддержки семей с детьми с инвалидностью и с ОВЗ. Это проект «Наставнический центр». Он действительно очень был нужен в городе Якутске, потому что мы видели глаза этих детей, которые выпускаются, и у них есть некие переживания и страх перед самостоятельной жизнью. И когда есть место, где есть люди ресурсные, волонтеры, наставники, где сами дети готовили и помогали друг другу, были группы поддержки и так далее, те же приезжие ребята, которые приезжают с районов, им нужно было прийти куда-то, познакомиться, увидеть таких же, как они, и понять, где можно, если что, задать вопросы, получить ответ или поддержку. И мне кажется, вот «Наставнический центр» в 203 микрорайоне у нас два с половиной года практически был этот проект. Это была очень интересная история. Могу сразу сказать, что общественники, они когда погружаются в свое любимое дело, их может семья потерять. Да-да-да. Потому что меня спрашивали, а у вас что, есть свои дети, Ольга Анатольевна? А у меня были свои дети на тот момент, но мы полностью растворились в этом «Наставническом центре». И к нам приезжал Александр Гизалов, общественный деятель, писатель. Да, к нам приезжали интересные люди. Наташа Строева, наш амбассадор, с роликом из нашего центра, кстати, заняла, там, вошла в десятку «Мисс Мира» в свое время. То есть мы открывали новых интересных людей, нас открывали, и самое главное, раскрывались дети. Потому что когда они видят, что выпускники детских домов могут быть настолько успешны, как Саши Гизалов, например, то, конечно, их стремление в самоопределении, оно становится чуть-чуть другим. И самый великолепный результат в проекте, я считаю, когда благополучатель, тот, на кого направлены усилия, сам становится волонтером или наставником. У вас есть такой опыт, да? Такой есть. И наши девочки, которые, кстати, в том числе выпускницы Берегини, я могу точно сказать, что среди них есть волонтеры и наставницы уже. Они знают, как помогать, они владеют технологией волонтерства. Это тоже технология, так просто нельзя догнать и начать указывать добро. Да, причинять добро. Поэтому я считаю, это высший пилотаж проектирования. А результаты последнего проекта? Вот эти семьи молодые, которые, может быть, образовались. Как вы оценили результат? Из проектов, еще третий, которым я горжусь, и мы подводим итоги, подвели уже, сейчас готовим отчет в фонд президентских грантов, он так и называется «Компас будущего». И это как раз собрано, наверное, как бусины в ожерелье. Из всех наших небольших проектов получился достаточно большой на полтора года проект, который поддержал фонд президентских грантов. Он оказался очень востребован в кризисное время ковида, когда наши выпускники остались без работы, без образования, без средств к существованию, без средств индивидуальной защиты, даже вот с этого, без различных, так скажем, практик, технологий, способов, как выйти из этой ситуации, как найти работу, как финансовую грамотность выстроить, как здоровье сберегающей технологии применить в своей семье. Чаще всего это выпускники уже со своими семьями, с детьми на руках. И вот здесь я могу сказать, что через наши руки, в нашей базе данных сейчас 500 выпускников. Их много. Это за какой период? Это период с февраля прошлого года. Да, но мы, конечно, база данных, она готовилась гораздо-гораздо заранее. Гораздо раньше, потому что у нас выпускники есть и 19 лет, и 20, 23 и старше. И здесь нужны некие, как я говорила, компетенции, навыки в самостоятельной жизни. И, конечно, от раздачи продуктов, вот у нас было 250 у нас выпускников, они со своими семьями получили наборы продуктовые, они получили наборы средств индивидуальной защиты, они получили, у кого есть дети от 0 до 5 лет, различные такие, скажем, действительно очень нужные наборы, куда входили памперсы, питание и так далее. И отправлялось это всё адресно, по списку. И здесь тоже хочу обратить внимание, если вы хотите чинить добро, стать волонтёром, нужно понимать, что целевая группа, она выпустилась из детского дома, нужно дружить с директорами учреждений, нужно договариваться со службами сопровождения и дружить, партнёриться и так далее. Тогда у вас будут списки, тогда вы знаете, кому действительно помогать. И могу сказать, что во всех районах, где есть детские дома, такие наборы были отправлены. Мало того, сейчас благодаря добрым людям под этот Новый год у нас было 50 таких подарков новогодних для тех семей, выпускников детских домов, у которых есть дети. То есть мы эту историю продолжаем, мы не будем её наверняка завершать. То есть она масштабируется, по сути. Да, и это адресная помощь в кризисное время. И совсем другое дело, когда мы онлайн, конечно, нам пришлось в основном выходить в эфир, когда мы передаём те компетенции финансовой грамотности, трудоустройства, профориентации, налаживание коммуникации со взрослыми людьми, разрешение конфликтов. У нас психотерапевт, который из Ангарска выходит к нам в эфир и онлайн проводит консультации. Поверьте, не только дети в трудной жизненной ситуации нуждаются сейчас в психотерапевтических и психологических услугах. Наверное, вообще все на самом деле, потому что... Мы все сгорели. Такое эмоциональное состояние, да, мне кажется, тяжёлое. Мы все устали, и поэтому это вот очень было своевременно. А как к вам можно обратиться, то есть если я являюсь выпускником, например, и ещё не знала о фонде, ну, есть же такая вероятность, возможно? Конечно. Что мне нужно сделать, если я являюсь выпускником детского дома? Ну, во-первых, у нас есть одноимённый сайт «Фонд «Семья для ребёнка». Там есть вся информация о нас. У нас есть в Инстаграме страничка, в Фейсбуке. Есть номер телефона, короткий, 701-082. Это такой телефон единого ресурсного центра и фонда «Семья для ребёнка». Если вы позвоните, вас сориентируют, направят на юридическую консультацию, психологическую, психотерапевтическую или просто душевный разговор. Иногда нам не хватает элементарного разговора для того, чтобы понять, да, что я не один. И это очень важно. И эти услуги вы предоставляете? Абсолютно бесплатно. Бесплатно, свободно. И какие условия предоставления? То есть просто я могу позвонить и... Ну, вообще, конечно, мы учим выстраивать коммуникации. Здравствуйте. Расскажите о себе. Как вас зовут? В чём заключается вас вопрос? Ваша проблема и так далее. И здесь очень важно тоже, да, ну, как сказать, лаконично рассказать о том, в чём нужна помощь здесь и сейчас. Понятно. Спасибо. Мы сейчас уходим на рекламу, а после мы узнаем, откуда берут деньги в фонде на реализацию проектов. Мы продолжаем говорить с Ольгой Вешниковой по поводу того, какую помощь могут получить выпускники детских домов и не только, да, в принципе, люди, которые нуждаются в какой-то помощи, в том числе даже психологической. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить, задать вопросы, с нами пообщаться по номерам 32 00 66 и 32 11 66. Звоните, пожалуйста. Ольга рассказала про проекты, которые работают в фонде несколько лет, хорошо себя зарекомендовали и известны в республике. У меня самый важный вопрос, мне кажется. Откуда средства на реализацию таких проектов, на закуп продуктов и так далее? Кто вам помогает? Откуда берете финансирование? Да, это очень хороший вопрос, но есть такой закон жизни, деньги есть всегда и везде. Это я поняла, когда вот экологические проекты мы направляли в разные международные тогда фонды и находили отклики, они до сих пор, кстати, работают. Например, такой проект, как «Белый медведь», он поддержан Всемирным фондом дикой природы. И это средство, когда богатые люди перечисляют Всемирный фонд дикой природы, приходят в российское отделение и дальше поступают именно по целевому направлению для решения конкретной задачи, исчезновения, например, «Белых медведей». И когда вот в 1995 году я увидела, что система фондов международная, она развивается, и это вообще норма жизни, тогда, наверное, у меня уже закралась вот эта мысль, что нужно создавать фонд. А что такое фонд? И вообще есть такое интересное слово «фандрайзинг» — это привлечение ресурсов для конкретных проектов или проведения каких-то мероприятий, или для оказания помощи, например, нуждающимся. И здесь нужно тоже изучить, кто у нас чаще всего жертвует. Если мы говорим о физлицах, это могут быть, и мы занимаемся этим, но не так часто, сбором пожертвований. Чаще всего сбор пожертвований мы делаем под конкретную, глобальную какую-то проблему. Или сбор у нас был, по-моему, три года назад. Мы собирали на общежитие, в комнате общежития для женщин с пятью детьми в Жатайе. И за месяц нам удалось, благодаря жителям города Якутска, республики, и вообще потом вышли за пределы, благодаря добрым людям, мы собрали 450 тысяч рублей за месяц. И семья, она осталась в полном составе, пятеро детей с мамой, теперь у них две комнаты в общежитии. И это очень сложно, поверьте, собирать пожертвования частные. Поэтому я предлагаю некоммерческим организациям всегда подумать о том, чтобы упаковать свою деятельность в проекты и искать гранты операторов. Которых сейчас приличное количество. Их очень много. И на территории Российской Федерации. И могу сказать, что Компас будущего у нас поддержан фондом президентских грантов. Четыре миллиона рублей. Мы уже выиграли два гранта в фонде Тимченко. Обратите внимание, кто помогает детям в трудно-жизненной ситуации, семьям, профилактика бедности, профилактика трудно-жизненной ситуации. Это фонд Тимченко. И вначале мы просто зашли на стажировку. А потом уже мы выиграли грант. И, конечно, один из самых таких известных, с кем мы начинали дружить. И мы понимаем логику этого фонда. Поддержки детей, находящихся в трудно-жизненной ситуации. Мы его называем фонд Гордеевой. Сейчас объявлен конкурс. Это могут быть комплексы мер. Даже от республики. А могут быть проекты от некоммерческих организаций или от муниципальных образований. Именно на поддержку детей, семей с детьми в трудно-жизненной ситуации. Вот наставнический центр у нас, например, был поддержан именно этим фондом. И нашим партнёрам социальным. И очень важно, если у вас фонд или некоммерческая организация, или даже незарегистрированная общественная организация, я считаю, что очень важно, если у вас есть партнёры, друзья, доноры, амбассадоры или послы вашей доброй воли. И у нас такой партнёр социальный. Это Алмаз Ригенбанк с 2016 года. Вот часть продуктовых наборов, часть прямой помощи в кризисе мы оказываем благодаря вот таким надёжным социальным партнёрам. И ещё я считаю, что не всё счастье в деньгах. Очень важно в ресурсах находить счастье. И самый главный ресурс – это человеческий ресурс. И поэтому эксперты, которые бесплатно вам оказывают какую-то помощь, консультацию, проводят семинары, мастер-классы, ваши друзья, у нас по финансовой грамотности очень часто корпоративные волонтёры того же банка, наши друзья оказывали помощь. МФЦ рассказывает, как документы свои привести в порядок. Центр занятости абсолютно бесплатно рассказывает о том, как, где трудоустроиться. Центры компетенции рассказывают про профориентацию. Вот это тоже очень главный ресурс. И один из главных ресурсов – это, конечно, волонтёры и наставники. А вы сейчас нуждаетесь в этом ресурсе? Или прям коробочка полная? Помощь не нужна? Или нужна? Этот ресурс нужен всегда, потому что даже для того, чтобы провести какое-то мероприятие, иногда рук-ног не хватает. В организации всегда есть голова, руки, ноги, есть какой-то костяк. Но когда у вас уже на всю республику деятельность, когда нужен волонтёр, автолюбитель, который до Уснеры отвезёт нашу посылочку, или в Чульман мы отправляем что-то, вот это уже совсем другого рода волонтёрство. И, конечно, здорово, когда волонтёры, они не одноразовые, как мы говорим. Они наши, они обучены технологии, и они ещё вернутся. И наша задача – их поблагодарить обязательно, не забыть. И вот я считаю, что волонтёров нужно прямо выращивать, обучать. У меня был такой опыт, он несколько негативный на самом деле в городе Ленске, когда у меня было волонтёрское движение. Я ребятишек отправила в центр реабилитации ребятишек. Говорю, идите, поиграйте там с детьми. Договорилась с директором, они пришли, вернулись ко мне вот с такими глазами. Мы никогда не видели таких детей, мы не знали, что с ними делать. Я поняла, что я как организатор этой деятельности совершила огромную ошибку, что я их не обучила. То есть вы готовы обучать и обучаете своих волонтёров, да? В обязательном порядке, потому что я считаю, что волонтёра уж точно в детский дом нельзя запускать, если он не прошёл анкетирование, тестирование, несколько уроков, школу волонтёра социального и так далее. Почему? Потому что вот то, о чём вы сказали, этот опыт. Самое главное, мы не должны ставить эксперименты над тем, кому мы помогаем. И это не должно быть какое-то шоу, или мы с вами самореализовались, когда 17-й новогодний подарок привезли в детский дом. Это не самореализация и не зачтётся, а наоборот, действительно, вообще практика помощи людям через некоммерческие организации, через фонды – это абсолютно нормальная практика. И, конечно, волонтёр, как говорит Александр Гизалов, если ты хочешь зайти в детский дом и стать волонтёром, вначале покрасть забор с той стороны. Никто вас не пустит, а в условиях ковида вообще не запустит. Тем более, да. И у нас был случай, когда к нам обращались некоммерческие организации, которые выиграли грант, но реализовать они его не могли, потому что их не пускали в детский дом. Потому что не знали, кто это, не было согласовано. Да. Понятно. То есть вы волонтёров готовы обучать, вам нужна эта помощь, то есть к вам можно обращаться и предлагать свою посильную помощь. Какая-то финансовая помощь, опять же, я не знаю, почему я к ней всё равно возвращаюсь. У вас есть расчётный счёт, на который можно перечислить, он где-то размещен. У нас есть расчётный счёт, все наши свидетельства, устав и так далее, все наши учительные документы, телефоны, адреса, всё размещено на сайте фонд «Семья для ребёнка». Но вообще в городе Якутске мы находимся на Куршова, 24, 702, 703 кабинеты, общественный центр. Мы очень нуждаемся в волонтёрах, мы нуждаемся в наставниках. Но чаще всего, особенно под Новый год, были звонки, мы хотим привезти свои старые вещи. Хочу сразу сказать, сейчас по новым правилам старые вещи должны пройти процесс санации в условиях ковида. Мы этого не делаем. Новые вещи мы можем принять. Мы вот искали детскую кроватку, коляску, была потребность очень большая в декабре. Спасибо добрым людям, мы потребность эту закрыли. Но если есть желание помочь выпускникам детских домов, вы, в принципе, можете напрямую обращаться в наш фонд. И речь не идёт о новогодних подарках, в которых вы говорили, о том, что ребёнок может получить в детском доме до 18 детских подарков. Речь идёт о том запросе, который есть в том или ином учреждении или у выпускника детского дома. И компетенции, понимаете, ведь, может быть, хочу в благодарности слова сказать, компания «Индрайвер», «Майтона», «Квантум», вроде бы IT и другие компании. Но вот эти компетенции, выйти в эфир и ребятам, воспитанникам и выпускникам детских домов рассказать про то, где они могут трудоустроиться, как вот это всё организовано, наш цифровой мир и так далее, ведь это же здорово. Это самые лучшие новогодние подарки, на самом деле. Музей, наш городской музей, онлайн, просто с телефоном, экскурсовод, прошла, на три дня была экскурсия. Я считаю, вот это очень важно, внимание и кругозор, открытие, и самое главное, вот это очень хорошая, добрая, дружественная атмосфера. У нас остаётся буквально минута. Я хотела спросить у вас о том, вы делаете большое, да, доброе дело, много уже лет, воспитываете свою команду. Как вы это делаете, не выгорая? Или, может быть, была стадия выгорания, но вы её как-то смогли преодолеть? Мне хотелось бы, чтобы вы дали такой совет начинающим благотворителям, может быть. У нас есть такой тренинг, он так и называется «Как не сгореть в НКО» или «Как выйти из этого огненного круга». И есть такая история про супермена. Если вы поняли, что вы супермен, который сгорел, то самое главное, научитесь отдыхать, остановитесь, думайте о хорошем и найдите хобби или любимое дело, которое вам нравится. Нам говорят, что мы будем заканчивать. Я вас благодарю за эфир. Я надеюсь, что было полезно вам тоже.